здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин со мной на связи израильский журналист саша виленский здравствуйте саша здравствуйте ну а выборах мы сегодня говорить не будем я напомню да я раскрою тайну мы записываем эту программу именно в день выборов в израиле когда любая пропаганда запрещена свои пристрастия антипатии симпатии мы излагать не можем поэтому мы возьмем другую тему которая не менее на мой взгляд драматично она разворачивалась это этот сюжет разворачивался параллельно с предвыборной кампании я имею ввиду то высылку то не высылку филиппинских рабочих которые живут в израиле уже кто по 15 кто по 20 лет родились есть детей дети уже другой страны не знают иврит для них родной язык и вот почему то сейчас говорят противники этого выселения государство решила все таки с этими людьми разобраться их высылает кого-то выслали уже чтобы очень драматично показывалась на экранах тиви как это все происходит а вот буквально позавчера суд приостановил депортацию одной женщины и ее ребенка и луфс именно в силу того что это особый случай и предложил государству еще раз над этим подумать я напомню еще только то что весь этот период судебный проходили демонстрации как за высылку соблюдение закона так и против связи с этим у меня к вам первый вопрос саша а вот вы за кого ну я бы ответил как серпионовы братья как константин федин двадцатые годы когда его спросили ты с кем ты с красными или с белыми он сказал я пустынником серапиона в данном случае данном случае мне кажется что наше государство оно совершило гигантскую ошибку зак она много ошибок совершила но в данном случае из-за косности из-за лени и за нежелание разбираться с назревшими проблемами из-за стремления решить все кавалерийским наскоком очень характерного для нашей страны государство затянуло этот вопрос до невиданных размеров из-за чего сейчас возникла огромная гуманитарная проблема та же самая проблема что было и с нелегалами напомню свое время в начале двухтысячных когда не было забора между египтом и израилем около 60 тысяч нелегалов из сомали из судана они прибыли в израиль эритрея сомали судан они прибыли в израиль через египет через пустыню синай с ними происходили жуткие вещи но наконец они прибыли в нормальную цивилизованную страну и пытались здесь обосноваться они нелегалы они нарушили закон они находятся здесь незаконно построили гигантский забор теперь вот это вот этот поток нелегалов со стороны египта прекратился значит нужно решать что делать с этими людьми это абсолютно одна и та же проблема скажем та филиппинка которую вы упомянули она приехала в двухтысячном году на 7 лет у нее был договор что она будет ухаживать за пожилыми людьми в 2007 году она не вернулась на филиппины она осталась в израиле она родила ребенка прошло 12 лет где все эти 12 лет были миграционные службы где они были чем они занимались украинцами грузинами и так далее не пускали в страну белокурых девушек чем занимались эти службы что они делали но это может быть разные ведомства я понимаю но решать эту проблему нужно было сразу же знать в в министерстве внутренних дел наверняка существуют списки тех у кого есть рабочая виза насколько времени и до какого момента по этим спискам вполне четко некий чиновник мог отставить стакан с чаем в сторону и посмотреть а а вот у этой госпожей келли по моему заканчивается заканчивается виза в 2007 году значит нужно или продлевать или предоставлять ей некий статус или потребовать от нее чтобы она вернулась на филиппин за эти 12 лет что прошли она успела родить ребенка ребенок родился в израиле ребенок не знает другой жизни кроме израильской ребенок говорит на иврите его родной язык и ребенок нарушает своим существованием своим фактом своего существования израильское законодательство значит это парадокс это ловушка это вот это вот мышеловка которая захлопнулась и мы не знаем как из нее выходить то что депортировали несколько месяцев назад далее месяц или назад примерно месяц назад с ребенком это была гигантская трагедия слушал интервью с этим мальчиком по радио он не забирайте у меня все друзья здесь говорит он на иврите видно что иврит родной у него абсолютно с кем не играть он приедет в ту жизнь которую он вообще не знает не понимает он никогда в жизни не жил на филиппин в глаза не видел и теперь он должен вернуться туда типа как на родину это один из 5 этой проблемы гуманитарные и его необходимо с этим что-то делать вот что-то делать с этим необходимо нужно как бы я не говорю бросить все силы но разбираться с этим не кавалерийским наскоком взять и депортироваться проблема решена да по закону эти люди находятся в стране нелегально это по закону у нас нет закона как в соединенных штатах америки о том что каждый родившийся на земле израиля немедленно получает израильское гражданство у нас есть закон о возвращении эта страна которая для евреев и их потомков это же до определенного колена до 3 поэтому вот эти люди которые нарушили это законодательство я их понимаю никогда не было на филиппинах кстати хочу побывать посмотреть очевидно жизнь там не так хороша как жизнь в израиле нам здесь может казаться что мы живем плохо филиппинцам карта что мы живем хорошо это еще один аспект есть еще третий аспект для чего этих людей призвали в израиль почему не получили рабочую визу потому что израильтяне не все израильтяне готовы мыть попу старикам особенно тем кто находится в абсолютно беспомощном состоянии поэтому привозят из-за границы привозят людей иностранных рабочих дают им временную рабочую визу для того чтобы они ухаживали за теми кто сам за собой ухаживать не может понятно что этим людям во первых они выполняют действительно но благодарную работу вне всяческого сами и благородную и благодарную но неужели нельзя было понять что многие из них захотят остаться нелегально это очень просто они взяли и остались взяли и остались в свое время у жены уже разведенной жены эуда барака навы барак обнаружили дома нелегальную уборщицу когда приходила помогала у кого-то вам у кого-то из президентов я уже сейчас всех не упомню как бы на память но усиленных мира сего в домах работают люди про которых они понятия не имеют легально они находятся в израиле нелегально дешево удобно хорошо хорошо моет welcome и мне кажется что здесь вот правозащитным организациям в первую очередь нужно не на демонстрации выходить с плакатами а нужно заняться вопросами законодательными в первую очередь законодательным необходимо лобби которая бы рассмотрев всесторонне эту проблему принимала бы законы о том из каких гуманитарных соображений можно оставлять этих людей в израиле и давать им статус ли временного лежителя продлевать ли им визу еще там на семь лет или сколько то потому что в данном случае мы имеем абсолютно бесчеловечную антигуманную картину ребенок родившийся в израиле не знающий никакой другой жизни кроме израильской говорящий на все друзья все привычки вся еда которую он ест она израильская и теперь его высылать куда вот ему двенадцать лет пацану да и куда его вышли на филиппины которых он в глаза не видел что он так делать будет хорошо саша но я как бы не это не моя точка зрения у меня есть свои оппонируйте да это вот это то те доводы которые высказывают ваши оппоненты то есть противники они говорят да мы тоже люди мы все понимаем и дальше не перечисляет все то что вы сказали и все человеческое нам как бы не чуждо но мы прекрасно понимаем что если мы сейчас оставим эту женщину ее подругу которая в такой же ситуации оставим нелегальных работ нелегалов из африки здесь так далее то завтра их узаконим то завтра приедут сюда дальше их родственники их братья сестры а если мы их не пустим нам скажут что мы звери потому что мы рушим семьи и так далее и тому подобное и к этим доводам их эти доводы тоже невозможно отмести просто совершенно верно именно поэтому я напираю в первую очередь на законодательный аспект надо разработать статус этих людей именно их статус нахождения в израиле законодательным путем через кнесет не вопросами заниматься которыми наш кнесет часто занимается ремонтировать дорогу по субботам или нет это важный вопрос я понимаю но он важный не для всего израиля для определенной части людей а заняться действительно важным вопросом вот эти люди которые приезжают сюда вот эти нелегалы да у нас есть помог около 30 тысяч сегодня в стране мы это протекала мы знаем тех кого мы не знаем наверняка больше нелегально находящиеся в стране люди что с этим делать часть безусловно нужно будет депортировать это деклассированные элементы это любит пролетарии и так далее и так далее часть безусловно нужно будет депортировать с вот с теми подарками как мы это делаем там три тысячи пять тысяч долларов на руки и езжай в свою руанду да а часть вполне возможно те которые хотят работать хотят ухаживать вот за этими престарелыми немощными людьми хотят мыть посуду вы когда были в михай последний раз вы очень давно давно вот я тоже был достаточно давно по пару лет назад но уже тогда я обратил внимание что все уборщики все мойщики посуды вся обслуга в ресторанах это суданцы саша я вас саша я вас разочарую в тельвийских ресторанах практически то же самое не надо вывод даже летать замечательно теперь эти люди хотят работать они хотят получать зарплату за свой труд они хотят жить что-то с этим нужно делать да они нарушили закон да есть определенные факторы которые их в общем делают именно нелегалами но с этим вот этим и должны заниматься правозащитные организации я не знаю не демонстрациями не митингами не криками и не статьями в газете арыц они должны создавать свое лобби которое бы разрабатывала законодательные нормы по поводу этих самых людей вот например есть если предположим у нелегала родился ребенок в израиле и достиг там я не знаю к примеру я говорю сейчас я не правозащитник я не законодатель я говорю первое что приходит мне в голову часто приходит совсем не то что нужно но тем не менее сейчас не об этом скажем те кто прожил более 10 лет в израиле получает статус временного жителя без родственников без друзей без знакомых которые приедут скажем здрасте я буду у вас тут жить а это люди которые они хотят работать они хотят здесь жить и делать свое благое дело вперед вперед какие проблемы если будет разработана законодательная база базы такой нет никто ей не занимается всем наплевать все пытаются решить это вот как разрубить гордиев узел да вместо того чтобы развязка это бесит да саша хорошая идея мы мы бы я не случайно начал этот сюжет с того что у нас сегодня проходят выборы мы собственно завтра и послезавтра увидим окажутся ли в кнести люди которые готовы поддержать подобные идеи в том-то и дело что не надо чтобы они оказывались в кнести достаточно у правозащитных организаций есть очень мощные инструменты влияния на наших парламентарии посмотрите что происходило скажем ну грубо говоря да с элёром азари что стояла вся страна раскололась на два лагеря что происходит когда правозащитники высказываются в защиту того или иного человека или не человека у них есть инструменты влияния эти инструменты влияния нужно направить просто в правильное русло они нарисование плакатиков соглашусь саша спасибо большое за комментарии всего вам доброго всего доброго спасибо напомню что с нами на связи по скайпу был израильский журналист саша виленский до свидания